привет ребята вы на канале будни инвалидов меня зовут алексей сегодня у нас спасательная операция будем спасать вот это чудо сейчас покажу дима хорошие тебя покажу смотри посмотри передай привет ребята ты мой хорош так жалко его бедолага в общем ситуация следующая у меня соседка наташа она очень любит животных в особенности котят кошек котов и вот она занимается этим делом она спасает их где не найдет несет домой пристраивает ищет дома им и вот беда случилась котенком задние ноги ему давили сейчас едем в ветеринарную клинику там уже скажут ветеринары что с ним возможно нужно будет операция будем наташа будет ему операцию делать если спасем чудо это дай бог спасем ну а если нет будет печально так ладно сейчас передаю наташ в общем все мы поехали потом включимся еще в общем ребят привез я наталью ветеринарную клинику она с котенком пошла ну наташа вообще конечно добрейшей души человек всегда этих котят подбирают на улице приносит их домой если надо лечит в общем будем надеяться что с котенком все будет хорошо обязательно вам потом обязательно потом расскажу что да как с этим котенком в общем контент как всегда находит меня сам поехал сегодня работать с утра наташа звонит горит свози меня ветеринарную клинику постараемся спасти котенка вроде мелочь ну как без этих мелочей жить если не помогать братьям своим меньшим не как я считаю нужно помогать нужно стараться спасти я считаю что по-другому никак жаль конечно что люди вот так вот берут просто выбрасывают их на произвол судьбы если вы завели кота или кошку ну занимайтесь ими стерилизуйте ухаживайте если котята родились раздавайте но почему вы их так вот берете выбрасывать как бы я считаю что это не очень хорошо ну вот спасибо наташа что занимается таким общественно важным делом спасает спасает наших братьев меньших я вот не знаю сколько уже случаев что она постоянно лёша тебе нужен котенок ну вот я взял до этого и как бы постоянно может быть кому-то нужно кто-то хотел завести постоянно спрашивает это постоянно ищет куда бы пристроить этих беззащитных созданий ну вот надеемся что все будет хорошо хотя не знаю он такой вяленький ноги задние вообще уже видимо не чувствует ничего то ли придавили его то ли собаки давно ну в общем сложная ситуация как уж она сложится не знаю мы будем надеяться на лучшее в общем вот такая у нас сегодня спецоперация спасения немножко печально от этого конечно вот еще раз вам показываю клинику будем надеяться на лучшее итак у нас еще одно включение я вот возле клиники ждал стоял наташа позвонила сказал ты не жди сейчас будут обследовать ну я поехал дальше работать наташа значит звонит вот сейчас буквально пять минут назад ситуация значит следующая котенка оставили в стационаре на неделю пока будут за ним наблюдать в этой клинике клиника очень хорошая наташа уже не первый раз с ними сотрудничает но не первый раз им привозит животных и в общем оставили в стационаре кости вроде не переломаны но ноги не работают будут в общем нужно чтобы он лежал без движения буду за ним наблюдать смотреть дальше что 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 с ним делать как бы ну вообще выживет он или не выживет будем конечно надеяться чтобы выжил чтобы оклемался но видимо действительно предположение то что собака сзади его за задние ноги либо за позвоночник прикусила хорошенько и как бы вот так вот сейчас он без движения его но зафиксировали без движения он лежит наташа это все позвонила рассказала потому что я говорю ты мне позвони скажи что там вообще да как как ситуация с котенком потому что я уверен что мои подписчики будут интересоваться поэтому я вам то есть мы рассказываю что да как сумму обрисовали наташи 4 400 за это все но у нее есть своя группа в вк островок надежды называется можете зайти посмотреть либо оставлю ссылочку в описании чтобы вы могли посмотреть как да что ну у кого желание будет может быть кто-то поможет именно вот на это лечение котенку чтобы он оклемался ну вот как то вот так вот так машина едет с музыкой вот такая вот ситуация сегодня у нас спецоперация по спасению будем надеяться что повторюсь который нас что котенку смогут помочь что он на и обретет дом но обретет дом главное чтобы он здоровый был потому что больного котенка кто захочет брать никто не захочет брать и главное чтобы он выздоровел чтобы его поставили на ноги и потом уже я думаю наташа его пристроит куда-нибудь хорошие добрые руки семью где он будет жить пожелать да не тужить будем очень на это надеяться ну а я наверное что дальше поеду работать дальше поеду трудиться во благо во благо людей во благо себя тоже чем смогу помогу этому котенку дай бог вам поправиться конечно ну в общем вот такое включение сегодня даже не знаю что еще сказать вроде немножко и положительные эмоции хорошее дело дело но немножко грустно того что люди люди ведут себя хуже самых последних зверей что так относятся к животным которых приручили это конечно печально и грустно и грустно заставляет задуматься что на планете на нашей самый опасный самый жестокий зверь это это мы люди от этого от этого конечно грустно грустно и печально почему так происходит это вопрос нам всем каждый себе может задать этот вопрос почему мы так поступаем с беззащитными животными которые ничего плохого нам не сделали собаки лучший друг человека да как к ним относятся котята кошки тоже ничего плохого не человеку не сделали аж не говоря уже дикой природе да когда там ездят люди на сафари просто для развлечения пострелять животных и человек этим гордиться хотя гордиться тут нечем тут надо плакать надо ладно не будем грустить будем надеяться на лучшее я у всех крепко обнимаю как всегда до новых встреч пока на канале на канале а и и Продолжение следует...